Всем доброе утро! И это я, Жора Петросян, студент третьего курса МФМГТУ имени Бауна. Это значит, что вы смотрите «Мое утро» на Первом Матищинском. Ну что, поехали? Каждый год во всем мире строятся новые отели. Все они хотят нас удивить. Например, в Кейптауне был построен капсульный отель. Вам тоже интересно посмотреть, что это такое? Тогда внимание на экран. Такие гостиницы с крошечными номерами давно привычны в Японии. Но вот в Кейптауне капсульный отель появился недавно. В каждом номере шесть капсул с двуспальными кроватями. Внутри есть телевизор и розетки. Работает беспроводной интернет. Под капсулами располагаются камеры хранения. Капсулу можно запереть на ночь, чтобы чувствовать себя в безопасности. Внутри работает вентиляция. Также есть место для одежды. И вы можете в беспроводных наушниках смотреть по телевизору любые передачи. «Идея открыть капсульный отель зародилась потому, что в Кейптауне мало места для строительства. Для того, чтобы получить больше спальных мест, нужно либо уменьшить номера, либо увеличить здание. Многим туристам капсульный отель нравится больше, чем обычные хостелы. Он лучше, потому что можно уединиться. А я люблю уединённость. И капсулы чистые, к тому же стоят очень дёшево». «Сначала эта концепция показалась странной. Я подумала, неужели мне придётся спать в ящике. Но первая ночь прошла удивительно. Это так необычно». В отеле 200 капсул. Также скоро откроются 50 обычных номеров для тех, кто хочет побольше комфорта. Капсульные отели впервые появились в Японии 40 лет назад. Их строили рядом с крупными вокзалами или в районах с увеселительными заведениями. Я люблю готовить. Особенно морковку по-корейски. Если вы ещё не знаете, как её готовить, тогда не проблема. Для вас сюжет. Для начала почистим морковь и натурём её на специальные тёрки. Она называется «шинковка» либо тёрка для корейской морковки. Это блюдо было придумано советскими корейцами после того, как они переселились на территорию Советского Союза. Это блюдо было придумано тогда, когда корейцы искали, чем же заменить пекинскую капусту в своём любимом салате – кимчи. Так как достать пекинскую капусту было достаточно сложно, они взяли морковку. И получилось очень даже ничего. Примерно на 1 кг моркови нам нужно 1 чайная ложка соли и пол чайной ложки сахара. После этого мы добавляем немного уксуса. На 1 кг морковки примерно 2-3 капли. А теперь мы обжариваем лук на растительном масле до мягкости. После того, как мы обжарили лук, добавляем немного красного перца. Перед тем, как добавить лук в салат, мы добавляем чеснок. Одного зубчика вполне достаточно. Пол чайной ложки чёрного перца и пол чайной ложки кориандра. И сверху добавляем лук с перцем. Салат уже можно есть прямо сейчас, но лучше, если он ещё немного промаринуется и постоит в холодильнике 2-3 часа. Скоро 8 марта. Пользуясь случаем, я поздравляю всех женщин мира с этим прекрасным и светлым днём. Вы всегда завораживаете нас, мужчин. Кстати, как у этого у вас получается? И вправду как? Давайте посмотрим сюжет. Наконец-то весна. Совсем скоро 8 марта. Прекрасный повод выглядеть по-праздничному. Специально к этому случаю мы подготовили для вас видеоурок по созданию универсального макияжа и укладки с логанами. Давайте же приступим к созданию нашего образа. Начнём с макияжа. Сначала нанесите увлажняющую базу под макияж, а на губы увлажняющий бальзам. К тому моменту, когда вы перейдёте к помаде, губы будут хорошо увлажнены и средство ляжет лучше. На верхнюю часть скулы, спинку носа, галочку над губой и ямочку подбородка нанесите сияющую основу под макияж. Эту же основу нанесите на верхнее веко в качестве базы. Мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, что если вам трудно найти свой цвет тонального крема, то лучше смешать две тональные основы. Для нашего сегодняшнего макияжа мы так и сделаем. Для повседневного свежего макияжа используйте лёгкие текстуры тонального крема. Нанесите лёгкий консилер под глаза и растушуйте его осторожными вбивающими движениями, чтобы скрыть следы усталости или тёмные круги. Кремовое румяна наносим на яблочки щёк. Персиково-розоватый цвет придаст лицу свежести. Высветляем нужные зоны хайлайтером. Припудриваем под глазами, чтобы закрепить консилер Т-зону. Если кожа не жирная, то всё лицо пудрить не надо. Очень аккуратно следует использовать пудру при сухом типе кожи. Переходим к оформлению бровей. Мы используем гелевый тинт. Это полупрозрачный цветной гель для бровей. Аккуратно прочесываем щёточкой, а под брови наносим светлый консилер. Теперь займёмся макияжем глаз. На всю поверхность века наносим кремовые тени коричневого оттенка. Кисточкой прокрашиваем внешний уголок глаза и растушевываем. Кремовые жидкие тени холодного коричневого оттенка также добавляем на внешний уголок. При растушевке выходим немного на нижнее веко. Далее набираем сухие коричневые тени и с их помощью выполняем скульптуру складки верхнего века. Добавляем на линию роста ресниц тёмно-коричневые сухие тени. Ими же слегка затемняем уголок глаза. В качестве светлых теней под бровь используем сухой хайлайтер. Его же наносим на внешний уголок примерно до середины глаза. Чтобы придать взгляду свежести, советуем прокрасить нижнюю слизистую карандашом молочного оттенка. Подкрашиваем ресницы чёрной тушью. Старайтесь тщательно красить корни, так ресницы будут выглядеть намного гуще. Теперь делаем лёгкое контурирование лица с помощью сухого скульптора. Тёмный скульптор наносим под скулу, дополнительно по периферии лица. Макияж губ. Мы используем нюдовый карандаш и с его помощью оформляем контур губ и заполняем их. Затем наносим помаду кисточкой из натурального ворса, чтобы она ложилась неплотным слоем. Для эффекта так называемых зацелованных губ слегка растушевываем границы. Ставим блик в галочки над верхней губой. Кстати, мы прислушались к вашим комментариям, и теперь все продукты, которые использовались для создания макияжа, вы можете найти в описании под видео. Переходим к укладке. Для начала наносим термозащиту на все волосы. Волосы расчесываем гребешком с широкими зубчиками. Кончики сбрызгиваем лаком. Берем средние пряди, чтобы получить волну, а не маленький завиток. Чтобы завить волосы утюжком, локон начинаем от лица, с середины пряди, и далее продвигаемся по всей длине. После завивки локон нужно подправить по направлению и дать ему остыть. Не трогайте локон до остывания, иначе укладка не будет стойкой. В нашем варианте мы кончик оставляем незавитым, чтобы не было чувства тяжелой прически. После того, как все пряди завиты, слегка сбрызгиваем волосы лаком. С помощью специальной пудры добавляем прикорневой объем. Все, наша укладка готова. Надеемся, наш образ вдохновит вас на праздничное преображение. Любите себя, ухаживайте за собой, и помните, вы прекрасны. А мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Наверное, много кто из нас не мог удержаться при виде огромного количества блюд. Они все таки манят, говорят, скушай еще одну. Как же удержаться, не съесть что-то еще лишнее? Об этом в нашей рубрике. Сахар, транжиры, копченое, жареное – все это ужасно вредно для нашей фигуры и здоровья. Но мы по-прежнему это едим, потому что это вкусно. Химики-технологи тратят огромное количество времени и целое состояние, чтобы найти ту самую точку блаженства. Это определенное количество сахара и жира, которые заставляют нас заказывать одну и ту же пиццу и стоять в очереди за одним и тем же мороженым. У нас формируется настоящая тяга к этой еде. Но с ней можно бороться. Постепенно меняя свой рацион и прощаясь с лишними килограммами, вам не будет хотеться всего этого. На первом этапе нужно сократить количество вредной пищи вдвое. Прямо сейчас возьмите лист бумаги, ручку и запишите в столбик все не самые полезные продукты, которые есть в вашем рационе сегодня. Пельмени, майонез, сладости, газировку, алкоголь, чизбургер, шаурму и тому подобное. От нуля до пяти проставляем рядом оценку наслаждения. Сколько радости нам приносит каждый из этих продуктов. Например, вы безумно любите шоколадные клеры. Готовы отдать за них душу, значит присваиваете им пять баллов. А если пельмени вы едите только потому, что вам лень готовить, то ставите им два. Теперь смотрим на свой список. Все, что имеет оценку ниже четырех, вычеркиваем. Эта еда не несет ничего хорошего, даже удовольствия. Она нам ни к чему. Прощаемся с ней без зазрения совести. Все, что имеет оценку 4-5, оставляем. Рядом с этим продуктом пишем, сколько и как часто мы употребляем его. Например, одна плитка шоколада в день, один бургер в неделю, пачка чипсов раз в месяц. Далее смотрим. Если продукт имеет оценку 5 и есть у нас каждый день, то теперь едим его через день, либо сокращая ежедневную порцию в два раза. То есть, если вы обожаете пить кофе с зефирками каждый день, то теперь вместо двух штук едите одну, либо пьете кофе через день. Постепенно, шаг за шагом, ваш рацион будет становиться более здоровым, а вы более стройными и красивыми. Поэтому не медлите, а прямо сейчас отправляйтесь к своему холодильнику и проводите чистку. Долой пряники, сушки, кетчупы и майонезы. Не щадите их, они приносят только лишние калории. Я желаю вам удачи. И у меня все. До новых встреч. А сейчас в нашей постоянной рубрике Международной новости вы слышите то, чему не поверите. Представляете, в космосе приготовили печенье. Стоп, стоп. А как же бабушкин рецепт? Может, у них свой, космический? Нам срочно нужно посмотреть. Это печенье – одно из первых блюд, приготовленных в космосе из сырых ингредиентов. Итальянский астронавт Лука Пармитана стал главным шеф-поваром Международной космической станции. Он выпекал печенье одно за другим, а результаты передавал в прямом эфире по радиосвязи. Первое печенье выпекали 25 минут при температуре 149 градусов по Цельсию. В итоге оно оказалось почти сырым. Два следующих печенья он выпекал более чем в два раза дольше, но результат оказался тоже не очень хорошим. И, наконец, успех. Четвертое печенье оставалось в печи 2 часа. И именно оно оказалось готовым и довольно вкусным. Затем Пармитана увеличил температуру до максимальных 163 градусов и готовил пятое печенье в течение 130 минут. Оно оказалось еще вкуснее. Для приготовления использовали печь Zero-G. Ее разработала компания Nonorax, расположенная недалеко от космического центра имени Линдона Джонсона, близ Хьюстона. Печь доставили на МКС в ноябре. Пять замороженных печеньев уже находились на станции. Их подготовили в центре Джонсона, сложили в отдельные пакеты и направили в космос в капсуле SpaceX. А рецепт теста предоставила американская сеть отелей. Такое же печенье она готовит для своих гостей. Исследователи считают, что приготовление пищи должно стать неотъемлемой частью длительных экспедиций, например, на Марс. Такие блюда должны разнообразить рацион астронавтов, который пока состоит только из обезвоженных и заранее приготовленных продуктов. «Сегодня мы в космосе не готовим. Мы привозим обезвоженную, упакованную еду. Добавляем в неё воду и кладём в микроволновку, чтобы приготовить. Но в будущем мы захотим есть в космосе свежие овощи, выращивать еду там. Мы по 6, 12 или 18 месяцев будем летать к Марсу. И нам надоест питаться только из тюбиков». В настоящее время учёные разрабатывают новые рецепты, чтобы астронавты смогли тоже испытать их на МКС. Всем спасибо, кто был сегодня с нами в это прекрасное утро. С вами был я, Жора Петросян, а вы смотрели «Мое утро» на Первом Мутищинском. Дорогие дамы, спешу вас поздравить с наступающим 8 марта. А сейчас мультфильм для наших юных зрителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!